А что, есть сомнения? Да, я не сомневаюсь, но... Не, ну я не знаю, сколько это стоило Пашиняну, убийство Арцаха. То есть, подонок, но я просто не знаю. Я не могу себе представить, как армянский народ это может терпеть. Мало этого, сегодня стало известно, что там лидеры Арцаха, в том числе и бывшие, были задержаны. То есть, капитулировали за день. Три года Азербайджан продолжал готовиться. Я не знаю, чем занимался три года Армения. В Праге, значит, всех предал. Всех предал. И на условии этой капитуляции даже бывших руководителей не спас. То есть, всех своих потенциальных политических конкурентов сдал. Они все сейчас находятся в руках спецслужб Азербайджана. Это удивительно. Это просто на наших глазах тысячелетняя история. Один человек взял, пришел и похоронил. Это говорит о том, сколько эффективно можно действовать. Оказывается, не надо танки, авиацию, атаковать кого-то. Надо привести к власти в том или ином государстве, какого-нибудь предателя. Кто такой Пашинян, все знают его. Извините, погоняла, значит, редактор. К ним он был завербован когда. Я удивляюсь, что нас, наверное, только не знали. Значит, он пришел к власти и развалил все, что можно... Извините, ты меня отвлек, я вынужден пускать, значит, три задачи стояло перед ним. Сдача Карабаха, Зангельцовский коридор и окончательное вытеснение России из Армении, по сути, с Южного Кавказа, по факту того, что там есть. Сегодня они проголосовали за ратификацию этого самого мусора. Моринского статуса. Да. Ну, это что? Говорят, нет, это мы не про вас. Ага. Кому рассказывать? Значит, поэтому, как только этот коридор будет создан, и там будут еще нефть и газопроводы, все они будут говорить вот так, как говорили в Берлине, а не как в Астане. Потому что логистика поменяется. Мы должны понимать, что в мире не просто идет борьба за многополярный мир. Речь идет о логистике. Все сейчас борются. Американцы все максимально... Надо мимо нас пойти. Чего греха таит. Американцы договариваются с индийцами, а также рядом с государством, о создании мегапроекта. Мегапроект. Значит, логистика, которая будет из Юго-Восточной Алии, Индии, Пакистана, по Аравийскому морю, Саудовской Аравии, Ордания, Израиль, Европа. Мимо нас все это будет идти. И мы не можем сейчас смотреть на это спокойно. Если мы это проиграем, любые победы, даже где бы они ни были, они будут казаться не столь эффективны. Поэтому нам надо отрабатывать эти маршруты. И кто, кто мешает сказать, слушай, ребят, вы отойдите в сторону, вы что делаете-то? Спрос должен быть с этих людей. Безответственность приводит к очень тяжелым последствиям. Поэтому мы должны работать в этом плане. И мы, конечно, должны работать с людьми в этих странах. Для нас ключевыми странами, там есть две. Казахстан, потому что 7600 километров. И Узбекистан, так сказать, самый большой по населению с выходами и так далее. Когда нам говорят, что в Казахстане раскручивают американские НПО, НПО, там эти русофобские отношения. Я посмотрел программу, которую она растет. Слушай, программа 200 тысяч долларов, 250 тысяч, 1 миллион долларов. У нас таких денег нет, что ли? Мы не можем это работать. Мы не можем противодействовать этому. Мы в Армении не противодействовали. Я рассказывал, как здесь работает американское посольство. Самое большое по территории и второе по численности. Вот они сейчас пожинают дивиденды свои. Вот то, что мы видим. На Украине тоже самое. Украина тоже самое. Но я еще раз говорю, мы не можем... Всего лишь за 5 миллиардов Виктория Нуланд, вот получили. А сколько мы потратили? Помните газовые проекты и всякие там и так далее. Мы должны сконцентрироваться на этом. И когда сейчас на украинском направлении идет известное событие, ответственность тех, кто отвечает за Южный Кавказ, за Центральную Азию, очень велико. Мы в свое время, мы это Российская Азия, не проиграли это. Мы вложили колоссальные деньги, значит, в Центральную Азию и в Российскую империю. А кто отвечает? Вот это в том вопрос. Должны быть ответственные люди. Я тебе могу сказать, кто американцев отвечает за Южный Кавказ, за Центральную Азию. Но у нас я не знаю. Вот кто штатств отвечает, я знаю. Вот и ответ. Значит, а у нас, поэтому эта ответственность очень высокая. Если мы проиграем эту большую игру, у нас будет много-много проблем всякого рода. И мы видим, как, не беря паузу, американские союзники, как резко активизируются на этом направлении. Смотри, мы же с тобой присутствуем, значит, при страшном историческом моменте. Если так все пойдет дальше, то останется от Армении вместо 29 800 9 800. 29 тысяч квадратных. Сейчас. Останется 9. Нет, я... Останется 9, потому что сейчас же Азербайджан предъявляет финансовые требования. Армении платить нечем. Я хуже скажу. Если не будет российской военной базы, их вообще... Дождите, даже две минуты, я скажу, что будет. Не будет никаких 9 тысяч квадратных километров. Слушайте, будет или Ил, это провинция Турции, или как уже на картах в Азербайджане кое-где есть. Западный Азербайджан. Это так будет территория западного... Армянская территория будет уничтожена. Слушайте, ну мы должны вещи своими именами говорить. Там же не просто люди живут. Там церкви, там монастыри. Где? Там огромная культурная территория. Они будут все уничтожены. Вот сейчас в Карабахе что происходит? Кто-нибудь знает, кто... Понятно, что происходит. Если кто-то хочет сказать, что свыше 100 тысяч, когда уехал, это что-то другое, а не чистка какая-то. Это чистка. И не начнет точно назвать. Я понимаю, сейчас многие будут возмущаться моими словами, но по факту это так. А там... Нет, пока это исход. В том плане, что сейчас это исход. Страшный исход. Слушай, если... Уровень трагедии себе представить невозможно. То есть представьте себе, 100 с лишним тысяч человек. И за официально 120 тысяч, на самом деле их меньше. Нет, сейчас они вообще не знают, сколько осталось. Там данные приводят, они вообще посчитать не могут. И что сразу происходит? Да спрашивают, а куда делись кресты, которые стояли? А что будет со всеми памятниками? К Азербайджану, вопрос Азербайджану Армения должна была задавать. Армения, уставим Пашинянов, в Праге сказала. Не мое дело. Внутреннее дело Азербайджана. Слушай, в истории армянского народа были масса предателей. Ну, так, как в любом другом народе. Был вот такой Васак Сюни, это предатель, предатель национального героя Вардага Мамикайнина. Но все они, в какой очереди, очень плохо. Это предатель из предателей. Это человек, вот это даже не предатель, человек, специально внедренный в систему управления. За это ответственность несут, значит, те, кто был до него в власти. Кто помог прийти ему к власти. Не оказывая сопротивления, он шатался, собирал народ. А вот полиция, ну, я не хочу говорить, преднамеренный привод был к власти этого человека. Что, неправильно вы, что ли? А теперь трагедия армянского, понятно. Ну, извините меня. А что мы будем делать, с точки зрения нашей страны безопасности? А я больше скажу, а что мы можем сделать? Ну, я считаю, что любая страна может многое что делать. Нет, да любая страна немного может сделать. Мы же в конкретных реалиях, мы не Российская империя, мы не Советский Совет, мы наследники. Но пока наша мощь, ну, вежливо говоря, не дотягивает. Конечно, хотелось бы сделать, но ты мне тут же сам говоришь, что очень справедливо. А кто у нас вообще этим занимается? И мы с тобой не узнаем ответа на этот вопрос. А как сделать, если у тебя нет ни механизмов, нет финансирования под этих механизмов, нет идеи, нет стратегии?